привет меня зовут анна мы с вами продолжаем изучать русский язык и тема сегодняшнего урока гласные звуки по плану мы сегодня говорим о гласных звуках также обсудим что такое безударный гласный в корне да как его проверить и обсудим новые слова с непроверяемыми орфограммы давайте вспомним что такое алфавит алфавит это буквы которые расставлены в определенной последовательности в определенном порядке вы конечно знаете что в русском алфавите всего 33 буквы и из 10 из них обозначают гласные звуки попробуйте сейчас глядя на алфавит назвать все буквы которые могут обозначать гласный звук остановите видео для этого подумайте внимательно хорошенько если вы это сделали давайте вместе теперь проверим итак но первую букву конечно вы знаете это буква а еще буква е и и еще и о у и и три буквы в конце алфавита и ю я всего 10 букв для обозначения гласных звуков давайте обсудим гласный звук это какой классный звук состоит только из голоса вообще слово гласный да глаз голос так и означает голосовой звук то есть тот звук который произносится только голосом никаких шумов мы не издаем никаких других звуков кроме этого при произношении воздух когда мы выдыхаем да и говорим гласный звук воздух не встречает никаких преград преград в виде губ зубов неба до языка и так далее и кроме этого особенность гласного звука это то что именно гласный образует слог согласный самостоятельно слог образовать не может давайте с вами подумаем а одинаковое ли количество за гласных звуков и букв для их обозначения посмотрим у нас есть две буквы а и я какие звуки они обозначают но назовем первую букву а давайте ее потянем а здесь понятно буква а обозначает звук а а вот буква я я и снова получается что у нас буква обозначает звук а то есть буквы буквы две разные да а я а звук один и тот же но я указывает на мягкость предыдущего согласного. Она говорит, читай согласный, который стоит передо мной мягко. А буква А указывает на его твердость. Говорит, читай согласный, который стоит передо мной твердым. Еще две буквы О и Ё. Давайте их потянем. О. Здесь мы четко слышим, буква О обозначает звук О. Кстати, вспомните о том, что звук О может быть, обозначенный буквой О, может быть только ударным. А теперь звук, который обозначается буквой Ё. Ё. И опять мы с вами видим, что две разные буквы, но звук один и тот же. Только буква О указывает на твердость предыдущего согласного, а буква Ё на мягкость предыдущего согласного. Еще одна пара. Буква У. Буква У обозначает звук У. А вот буква Ю. Буква Ю обозначает тот же самый звук У. Но буква У указывает на твердость предыдущего согласного, а буква Ю на мягкость предыдущего согласного. Еще одна пара. Ё. Ё. Звук Э. Ё. Тоже самый звук Э. Обратите внимание, буква Э указывает на твердость предыдущего согласного, обозначает звук Э. А буква Е указывает на мягкость предыдущего согласного и обозначает звук Э. Ну и две буквы, которые обозначают сами себя. Буква И обозначает звук И. 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 И указывает на мягкость предыдущего согласного. А буква И обозначает звук И. И указывает на твердость предыдущего согласного. Итак, сколько звуков, гласных звуков в русском языке? Считаем. А, О, У, Э, И. Всего 6 гласных звуков. А сколько букв для их обозначения? Ну, мы уже это говорили. Целых 10 букв. Итак, звуков и букв гласных, для обозначения гласных, разное количество. Звуков 6, а букв 10. В связи с этим возникает вопрос. Какие же буквы нам нужно писать, когда мы слышим тот или иной звук? Давайте посмотрим на эти слова и прочитаем их. Трава сидит лесной, волна болит. Обратите внимание, что на месте пропуска должна стоять какая-то буква. Вот эти места называются орфограммами в русском языке. Орфограммы это те трудные места, написание которых нужно, да, те буквы, да, которые нужно запомнить или мы можем проверить. Все эти слова мы можем проверить. Здесь орфограммы являются безударной, гласной, в корне. Чтобы их проверить, мы должны с вами или поменять форму слова, например, как в слове трава и травы, или подобрать однокоренное слово, например, как слово болит и боль. Как мы с вами находим, да, как мы с вами проверяем такие слова? У нас с вами есть слово проверяемое, да, например, слово сидит. Это наше проверяемое слово. Это то слово, где у нас непонятно, какой звук, какая буква пишется на месте звука и, да, сидит. Там буква и или е, например. Мы с вами подбираем проверочное слово. Проверочное слово такое, чтобы этот звук у нас с вами оказался в сильной позиции, то есть под ударением. Например, слово сидя. Здесь мы четко слышим звук и, то есть мы будем обозначать его буквой и. И в слове сидит мы тоже будем писать букву и. Почему? Потому что в словах сидит и сидя, это слова однокоренные, да, и в них пишется одна и та же буква, обозначающая гласный звук. Итак, что нам нужно из этого запомнить? Что у нас есть проверяемые слова. Это те слова, которые мы с вами можем проверить, но там есть какой-то звук, да, находящийся в слабой позиции, да, и нам нужно его проверить проверочным словом. Проверочное слово мы подбираем таким образом, чтобы этот звук был в сильной позиции, то есть под ударением. Это может быть другая форма того же слова или однокоренное слово. Давайте посмотрим. Слово трава проверяется словом травы. Здесь мы четко слышим звук А, значит в слове трава будем писать букву гласного А. Слово сидит мы проверяем словом сидя и пишем в слове сидит букву И. Слово лесной мы проверяем словом лес. Здесь мы четко слышим лес. Здесь мы слышим звук Э, и этот звук Э еще и указывает перед ним, то есть читается согласный мягкий, да, произносится мягко. Поэтому мы знаем, что там пишется буква Е. Соответственно, в слове лесной в корне этого слова безударный гласный здесь пишется буквой Е. Волна мы проверяем словом волны. Здесь в слове волна пишется безударный гласный О. Слово болит мы проверяем словом боль, и в слове болит пишем гласный О. Итак, еще раз. Как проверить безударный гласный в корне? Мы либо с вами меняем форму слова, то есть, например, была трава, стала травы, или подбираем однокоренное слово так, чтобы у нас звук, который слышен плохо в проверяемом слове, стал слышаться четко, да. Например, да, лесной и лес, да, здесь четко слышен звук, и мы точно знаем, что он будет обозначаться буквой Е. В корнях проверяемого и проверочного слова пишется один и тот же гласный, один и тот же, одна и та же буква гласного звука. Ну и, конечно же, есть такие слова, в которых орфограмму безударный гласный нельзя проверить. Такие слова мы с вами запоминаем или проверяем их написание по словарю. К таким словам относятся слова, например, земляника. Здесь у нас два безударных гласных в корне, мы их проверить не можем, нам нужно запомнить. Малина. Здесь у нас безударный гласный А в корне, его тоже нужно запомнить, мы никак его проверить не сможем. Слово снегирь. Здесь у нас безударный гласный Е, и мы должны его тоже запомнить. А также слово лягушка. Здесь написание буквы Я нам тоже нужно запомнить. Это буква, которая обозначает безударный гласный А, да, его нужно запомнить. запомнить. Ну что, подводим итог. Мы сегодня с вами говорили про гласные звуки, обсудили орфограмму безударный гласный звук в корне, поговорили о том, как мы можем его проверить, а также обсудили слова, в которых безударный гласный проверить нельзя. Их написание нужно проверить по словарю, ну а лучше всего, конечно, запомнить. У меня на этом все. Спасибо вам за внимание. До встречи на следующем уроке. Пока!